Вы смотрите ННТВ в прямом эфире. Интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко, Илья Приходьев. Здравствуйте. На календаре 30 марта, вторник. И сегодня международный день, когда есть возможность погулять по парку. Вообще такая возможность есть каждый день. Но сегодня такой специальный день, когда в рабочей суете мы можем остановиться, вспомнить об этом и обязательно в ежедневнике записать вечером прогуляться. Ты погоду видела? Сегодня прекрасная погода. Да, вот в парке. Интересно. Чем запомнится день сегодняшний, узнаем в прямом эфире. День за днём. Поехали. Продолжение следует. Вот, знаете, утром проснулась, обычно открываешь интернет, смотришь, что в топе поисковых систем, и там выдаёт, что молоко в ближайшее время подорожает, причём подорожает резко. На 10-15 процентов. Прикинула так, сейчас в среднем 50-60 рублей стоит литр молока, то есть ещё прибавляем так рублей 10 в накрутку, да? Колько можно уже? И получается, что литр молока просто золотым становится. Вот мы сегодня свяжемся с одним из производителей молока в Нижегородской области, спросим, стоит ли действительно ждать подорожания, что слышно в среде производителей, всегда интересно. И, собственно говоря, из-за чего будет это подорожание? Да. Сегодня мы также поговорим о том, что в Нижнем Новгороде обсуждать готовятся темы с вот этими разливайками, капельницами, которые, к сожалению, во многих местах практически в каждом дворе. Наши телезрители присылают соответствующие сигналы. Сегодня соберут соответственные лица и будут пытаться решить эту проблему. Поэтому постараемся в прямом эфире к этому обсуждению так или иначе присоединиться. Некоторые наши коллеги-журналисты отнеслись к этому дискуссионному клубу вот именно по этой теме с юмором. Говорят, что неужели больше проблем не существует? Но мы-то по нашим эфирам сделали такой срез и понимаем, что это действительно проблема для Нижнего Новгорода. Если вы какие-то пункты хотите обозначить, вот где вы недовольны, что есть такие наливайки-разливайки, то можете позвонить к нам в прямой эфир 434-34-77 и рассказать об этом. А мы в дискуссионный клуб, в мэрии все это передадим. Есть над чем поработать. Да, ну и о чем еще поговорим в начале программы. Вот важная транспортная новость. Автомобилисты, особенно у кого дача находится в северном направлении, несколько так, с замиранием сердца, ждут этого момента. Борский мост состоит из двух частей. Есть Борский мост поновее, недавно относительно открытый. Есть постарее. Вот постарее, который он уже требует ремонта. Но вот честно говоря, надо бы подновить уже местами дорожное полотно просело и так далее. Надо, в общем-то, как-то сохранить эту транспортную артерию. И обновлять ее будут целых два года. В этом году, в 2021-м, будет такой небольшой ремонт, но потому что по тому полотно, которое есть, уже невозможно ездить. А следующий год, 2022-й год капитального ремонта старого Борского моста. Автомобилисты, крепитесь. Давайте в качестве момента ожидания прямо сейчас в эфире из космоса попробуем спуститься на Борский мост и посмотреть, как он выглядит сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а мы продолжаем рассказывать, что происходит в Нижегородской области. Неотъемлемая часть нашей программы — это такие сводки с мест. Самая неподдельная региональная жизнь. Все это в программе «День за днем» мы с удовольствием показываем, тратим несколько минут нашего эфира. Мы уже говорили о том, что Борский мост будут ремонтировать старый Борский мост в этом году. И вообще специалисты говорят, если асфальт положить, положить по всем правилам хорошо, то он будет лежать не один год и прослужит автомобилистам много-много лет. Но что-то пошло, видимо, не так с дорогами в городе Саров. В чем именно проблема, разбирались наши коллеги. Весной вместе со снегом тает асфальт. Каждый год мы наблюдаем одну и ту же картину. Вместо снежного покрова и колеи на дорогах появляются ямы, а местами даже огромные дыры. Ездить по таким дорогам становится опасно. Водителям нужно быть особенно осторожными. Вот сейчас ехали на машине, и было некомфортно, постоянно куда-то проваливались. Я считаю, что это нормальные дороги, но можно было и почище. Возле Плазы всегда плохо, в любое время года плохо, если только летом. А весна, осень, там всегда плохо. Вот, еще что сказать. Ну и вот проезжая часть Музрукова. Там вот накаты эти, все прочее, все это остается. Но это надо ждать, когда остается. Ну, в общем-то, где-то есть, работают. Ну, очень много ям советской, очень было много. Ну, так, в этом году очень плохо убирали снег. Это заметно сразу же. Как считаете, по ощущениям, где в Сарове вот самая лучшая дорога? Симашка. Частичный ямочный ремонт дорог в Сарове начали еще в феврале, но все усилия испортили начавшиеся снегопады. К работам в большом объеме приступили с 4 марта. У нас есть самоходная машина, которая прицепляется за трактором ТЗ. Мы его называем циклером. Он вмещает примерно где-то тонны 200. Мы замешиваем, работаем весь смен. Тонны 200. Первая смена, тонны 200, вторая смена. Этой тонны 200 хватает на 10-12 квадратных метров дорожного полотна. Эта смесь для временного ремонта делается из старого сбитого асфальта крупной фракции. Его смешивают с битвом, варят и заливают в яму. Это временный мер. Хватает такого ремонта ненадолго. Самые проблемные участки, по признанию сотрудников ДЭП, второстепенные дороги, которые давно не ремонтировались. Например, Павлика Морозовая и Садовая. Ситуацию на последнее осложняют еще и лужи, которые скрывают большие ямы. Ремонтировать их пока не получается. Там нет вот отведения, нет. Ревнивых эквилизаций, нет. Я не знаю, по-моему, есть. Нужно поднимать этот участок дороги, а делать эквилизацию. Единственная на сегодняшний день дорога, к которой у жителей города нет никаких претензий, это Симашка. И дело не в том, что она новая. Например, Харитон еще пока тоже на гарантии, но ямы есть и там. Секрет Симашка прост. На этом участке применяли асфальт с нового асфальтного завода, открытого в 2019 году за третьим КПП. Асфальт для улицы Симашка там делали на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой состав применяют в основном на трассах федерального назначения. В нашем городе это первая дорога с износостойким покрытием. То есть работаем только по ГОСТу, чтобы наш асфальт был прочным, надежным. Если что-то не так, то сразу же вносятся корректировки на сам завод. После запуска производства мы формуем вот такие образцы из асфальта и проверяем их на прочность, на водонасыщение. Ну то есть все, с чем может столкнуться асфальт в реальных условиях. Остается надеяться, что и остальные дороги нашего города начнут ремонтировать с помощью асфальта, который не будет утекать вместе с талым снегом. Вы знаете, буквально сегодня утром, собираясь на работу, смотрел конкурентов федеральных. Рассказывали о Северной Европе, о Норвегии, о Швеции. Обратил внимание, климат вроде похожий, тоже слякоть какая-то, дождь, но асфальт чистый, ровный. Что мы делаем не так? Вот такой вот вопрос есть. Это вот вдогон к тому сюжету, который мы из Выкс посмотрели. Но мы меняемся, и в Граце меняется многое, и в Граце новый парус. Ну не вот что новый, но он выглядит теперь абсолютно иначе. А парус это детское дошкольное учреждение. Что меняется в Граце, смотрим вместе с вами. Выкрашенные стены и потолки, новые окна и двери. Перемены в детском саду номер 19 города Граца видны, что называется, прямо с порога. Буквально на днях учреждение открылось после капитального ремонта, на который было потрачено более 10 миллионов рублей средств областного и местного бюджетов. Эти средства пошли на капитальный ремонт крыши. Потом были полностью заменены коммуникации, то есть это система отопления, энерго- и водоснабжение. Была полностью заменена сантехника. В дошкольном учреждении была сделана вентиляция. Тоже хорошая такая смонтированная вентиляция на пищеблоке и во всем дошкольном учреждении. Состояние детского сада до этого было удручающим. Если когда-либо здесь и велись ремонтные работы, то только косметические. А вот серьезных не было несколько десятков лет. Отсюда постоянные протечки крыши, сырые потолки, гнилые окна, потрескавшиеся стены. Здесь у нас несколько раз происходили аварийные ситуации, связанные с обрушением потолка. Слава богу, это не было связано с образовательным процессом. В этот момент не было детей. Но, тем не менее, действительно и инженерные конструкции здесь были в ужасном состоянии. Вообще, сам по себе детский сад, если вы увидите, это не типовое строение, это не типовой детский сад. Это бывшее общежитие, которое в 60-е годы было передано от предприятия, было передано под детский сад. Почти 100 воспитанников этого детского сада на время ремонта были распределены по другим дошкольным учреждениям городца. Ремонт шел 4 месяца. Качество выполненных работ ценил глава района Александр Мудров. Я видел своими глазами, в каком состоянии были инженерные коммуникации и перекрытия. И, естественно, сейчас, когда дети зашли в новое, отремонтированное, комфортное здание, безусловно, уровень выполненных работ впечатляет. В садике тепло, светло, просторно, чисто, ото всего веет новизной, поэтому приятно видеть, что наши дети зашли в новые стены старого здания, но здесь им тепло, приятно, комфортно находиться. Нравится вам, как ремонт сделали? Да. Удобно? Да. Ещё одна новинка детского сада – оформление. Единый стиль выдержан в морской тематике. Своё морское название теперь есть не только у каждой группы – «Жемчужинки», «Кораблики», «Мечтатели», но и у всего детского сада – «Парус». Отдавая дань истории и былую принадлежность городецкому судоремонтно-механическому заводу, который всегда специализировался на ремонте и строительстве судов, этот обновлённый «Парус» наверняка станет ещё одной путеводной звездой для сотни девчонок и мальчишек городца. Романтика. А вот мой детский сад был в жернодорожной тематике в своё время. Но жернодорожником я не стал. Ты стал журналистом. Но давайте посмотрим ещё и в направлении в Иксы. Очень часто мы говорим о том, где можно получить медицинскую помощь, если вдруг онкология настигла вас или ваших близких. Если находишься в районе, то получить эту медицинскую помощь ещё сложнее, казалось бы. Но нет. В Иксе работает медицинский центр, который готов помогать не только жителям Иксы, но и близлежащих районов. Вот как проходит эта помощь, что говорят сами пациенты, узнаем прямо сейчас. Не только жители Иксы, но и других близлежащих городов Нижегородской области могут бесплатно получить химиотерапию в онкоотделении клиники «Гиппократ». Онкоотделение здесь работает с 2012 года. Помощь оказана уже сотням пациентов. И сейчас возможно одновременно принимать более чем 50 человек за день. В Нижегородской области любой город может получить бесплатную химиотерапию, если есть соответствующий документ из онкодиспансера. У нас для онкологических пациентов есть все условия. Комфортабельные палаты и медперсонал, доброжелательные отношения. После предъявления протокола из онкодиспансера пациенту не нужно ждать, когда придут лекарства. Они всегда есть в наличии. Ведь даже небольшое промедление в этом вопросе может стать губительным. И что очень важно, в клинике работают только с подлинными препаратами. Ну, получала в Нижнем, но мне здесь больше нравится. Ну, разница в чем? Во-первых, тебя оказывают незамедлительно. Сразу пришел, сразу сделали. Лекарства всегда есть. Доктор всегда здесь. То есть, во-первых, вы видите, даже по условиям, очень хорошо. Хочешь, приляжешь, хочешь, сидишь, прокапаешься. Пожалуйста, как хочешь. Все и помогут перенести еще, очень помогают перенести. Противорвотными уколами, например, чтобы полегче было. Потом там по крови, смотря по анализу, какие уколы нужны дополнительные. Все есть. Все делается вовремя и в срок. Существует три основные причины, из которых мы приехали сюда. Первое – это, конечно, специалисты. Это опытный онколог. Это специалисты, которые проводят химиотерапию. Это психиатр. Все это в комплексе дает хорошие, положительные результаты именно в лечении. Второй аспект – то, что здесь делается химиотерапия оригинальными препаратами. Это тоже очень важно. И третий аспект – это, может быть, даже занимает половину всей из всей – это обстановка. Здесь практически домашняя обстановка, уютно. И мы делали в разных местах. И здесь просто идеальные условия именно для проведения химиотерапии. Которая эта обстановка тоже влияет на состояние самого пациента. Вот, в общем, в принципе, и мы сами из Градца, и мы не нашли ничего ближе. И так вот судьба сложилась, что мы приехали сюда. И мы не жалеем. Хотя очень долгий путь, но это все стоит того, чтобы сюда приехать и сделать химиотерапию здесь. За плечами персонала онкоотделения не один год работы. Они знают, как работать с такой категорией пациентов. А известная медсестра Тамара может найти подход к любому. Здесь и психолог замечательный. Очень все хорошо. Замечательная медсестра очень опытная. Попадает в вену с одного раза. Я каждые три недели делаю химиотерапию. Прихожу уже, мне назначают время, день, время. Я прихожу к этому времени. И у меня без проблем, спокойно все это делаю. Мне ведь каждые три недели надо анализы крови. Мне надо УЗИ каждые три месяца проходить. И у меня это все проходит очень спокойно. Особенно вот нам, как вот с такой болезнью, это очень большое значение. Пациентам Гиппократа повезло еще и тем, что только здесь, в регионе, с ними работает тонкопсихолог. Не в каждой клинике есть такая возможность. О влиянии психосоматики в период лечения раковых заболеваний и последующей ремиссии доказано уже не раз. Это признают врач, отмечают это и сами пациенты. В кабинет онкопсихолога они могут прийти в любое время. Решение пройти химиотерапию, курс химиотерапии и дальнейшие свои исследования, это очень важно. И первый, кто стоит, это врач-онколог, а второй его помощник – это онкопсихолог, который как раз создает условия и вместе с пациентом принимает решение, что мы будем идти с ним рука об руку рядом, и что в любой момент я всегда рядом. И если что-то беспокоит, в любое время суток я всегда тоже рядом. Это очень важно и значимо как для человека, для его поддержки, так и для его семьи. Когда только открывается дверь, и они с радостью идут сюда, и дверь действительно открыта, они в любое время приходят, делятся своими ожиданиями или делятся своими проблемами, радостью. Это очень хорошо, когда тебе люди доверяют. И я всегда радуюсь каждой встрече, все разные. И с каждым человеком в любом случае я нахожу те уголки, которые у них есть, именно тот момент, что им важен, значим и интересен. Именно вот это вот мы поддерживаем. То есть все одинаковые люди не могут быть. Они все разные, но все наши пациенты любимые, и мы идем к одному, чтобы добиться результата выздоровления. Соответственно, Слава Александровна тут, при нас, и при процессе, при прохождении химиотерапии. Так можно заходить. Обычно можно как домой ходить. Во-первых, можно по-другому относиться к ситуации. В этом помогает Слава Александровна. Ну и переключаться потом нужно не только в своей болезни сидеть там, и в прохождении, опять же, этой химиотерапии. Можно заниматься делами всякими, разными хобби. Вот и она наталкивает на это дело. Ну, конечно, легче. Конечно, когда тебя поддерживают, ты вот сидишь, например. Родственники все равно не так профессионально все это делают. Поэтому профессиональный человек рядом с тобой, да еще и душевный. Психолог здесь. Всегда получаю поддержку, советы. Даже там по поводу питания, что-то. Все мне подскажут. Очень доволен. Ну, откровенно говоря, я даже не знала, что сюда можно. Вот, я принимала СРВ, а потом там лекарства не оказалось. Я прождала две недели. Пришла сюда к доктору своему, и он сказал, можно. И я вот эти три года, слава Богу, лечу здесь. И мне есть с чем сравнить. Доброжелательность относится, персонал, все. Мне понравилось все. Ни очередей, ни толкучих. Все прямо замечательно. Цифра вещь упрямая. И, как показывает статистика, более половины пациентов, которые за последние годы проходили химиотерапию и были под наблюдением врача-онколога в ИКСе в клинике Гиппократ, имеют клиническую ремиссию. Это более чем успешный результат общей работы. Желаю вам здоровья. Спасибо. Спасибо. Чтобы у вас было, как говорится, получено. Все, так и будет. Без лишних слов переходим к следующей части нашей программы, к тому, что вы присылаете к нам в редакцию. Давайте обратим внимание на то, как проходит рабочее утро 29 марта в поликлинике номер 2 города Дзержинска. Тут за талон такое сделать могут, но нам словами не передайте. А давайте посмотрим видеоматериал, который сами пациенты, которые пришли в эту поликлинику, засняли на свой телефон. Девочки, вот эти бедочери, бедалки. Хайди-ка отсюда вообще. Вот прям, вот и стоите там. Вон, я стояла за этой женщиной, она ушла. А сейчас, смотри, стоит. Вот очень. Вставай. Еще будет. Потому что не было того, что я помошу. Давай, ну, по-праве, по-праве. Ну, почему Аша троняет, по-праве, по-праве. Ну, и Путин хорошо, радости идет к своим талонам. А ты че, ты че троняешь ее? Она стоит в очереди. После тебя, когда она уже давно тронет. Вот одна из причин, почему, например, я лишний раз в поликлинику не хочу заходить в определенные дни. Вот здесь, казалось бы, ситуация, которую пациенты клиники создают сами, да? Ну, во-первых, вот провоцируют такую очередь, и во-вторых, вот... Ну, еще такое психологическое сложное состояние. Понимаем, что люди пришли, наверное, не от хорошей жизни в поликлинику, да? Им нужна медицинская помощь, все больные, немного уставшие. Но вот давайте попросим молодое поколение помочь своим родителям, своим старшим родственникам. Ведь очень часто на прием к врачу можно записаться на электронном портале, и там все будет очень соразмерно. Талончик, вы выйдете только данные медицинского полиса, дату рождения, и все, вы записываете своего родственника на то время, которое вам необходимо. Ну, потому что сложно, сложно вот в таком возрасте отставить такие очереди и так эмоционально общаться. Ну, очевидно, Министерству здравоохранения в очередной раз придется все это в ручном режиме как-то разруливать, как это бывает. Хотя тут, в общем-то, от нас тоже, как от пациентов ситуация, зависит. Идем далее. Что еще говорят? Вот мы когда жалуемся, горожане имеют в виду на то, что где-то снег не почистили, пройти сложно. Есть ситуации непростые и в Нижегородской области. Вот такое видео нам прислала Алена с такой припиской. Село Итманово, Гагинский район, Нижегородская область. Центр этого населенного пункта, два единственных магазина. Невозможно подъехать, привезти товар и даже элементарно пройти. Видео прилагается. Ну, и здесь, конечно, надо прислать хороший грейдер один, да, раз буквально разгрести уже этот рыхлый снег. Не знаем, чего местные власти ждут. Хочется стыдить Ушаковскую сельскую администрацию. Говорит о том, что чистить не хотят совсем, проехать почти невозможно. Как же нам теперь выезжать из деревни? Стоит отметить, село Итманово, Гагинского района, действительно, достаточно крупный населенный пункт. Но, знаете, Алена, у нас в Нижнем Новгороде хочется успокоить. Тоже временами. Есть такие сложные места, и мы, наверное, в следующем уже сюжете это покажем. Например, в Гордеевке Нижегородец устроил заплыв на матрасе по московскому шоссе. Гордеевка вообще славится тем, что с ливневкой, с какими-то сливами в канализацию все достаточно сложно. Такое ощущение, что все туда к вам стекает. Моря там везде и всюду. Вот человек разделся и стал принимать такие ванны. Давайте посмотрим, как он совершал этот заплыв. Ну, а что, очень даже неплохо погода располагает. Вода наверняка не сильно холодная. Ну, здесь, понятное дело, что человек ради социальных сетей старается. Собственного, наверное, Инстаграмчика или страницы где-нибудь в каком-нибудь ВКонтакте. Ну, получилось эффектно, надо сказать. Но, кстати, не оригинален. Житель Нижнего Новгорода. Потому что там же в Гордеевке сегодня утром кто-то вышел на лодки. Да, на обычные резиновые лодки. Есть сложные места, но городская администрация обычно такие места держит на контроле. Присылает туда оперативную так называемую вакуумку, чтобы выкачать. Своими глазами видел, в Гордеевке работает техника. Видимо, не совсем справляется, просто не успевает физически. Но вот такие подвиги совершать я бы не советовала. Потому что дорога, это все-таки проезжая часть. Там едут автомобилисты. Они с этой лужей справиться могут. А вот вы движению только мешаете. Поэтому лучше позвоните в вашу администрацию, в вашего района. Скажите, что есть такой-то пункт, где необходимо привезти технику, чтобы устранить вот такие недочеты. А так, ну, хайпа ради. И еще одно городское наблюдение. Достаточно благополучный район. Волжская набережная. Это вот Мещера по дороге к Волге. Да, туда новый достаточно район. Так, представьте ситуацию, пишет наш телезритель. Ночь 27 марта. Это было 2 часа 40 минут на часах. А во дворе вот такое. Посмотрим и послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, мотивы этого человека непонятны. Предположили в комментариях, что весна. 27 марта это ближе к выходным дням. Человек, видимо, отдыхал. Отдыхал очень активно. Но причем тут чужие автомобили. Потому что он идет и просто доской рушит автомобили. Срабатывает сигнализация. Во-первых, это беспокойство для всех остальных местных жителей. Ну и материальный ущерб для автомобилистов. Ну что, с неприятных новостей. Сегодня мы узнали о том, что молоко в ближайшее время может подорожать. Причем на приличную сумму. На 10-15% сразу. Об этом написали все федеральные средства массовой информации. А все, оказывается, дело-то в таре. И в молочной отрасли предупредили о подорожании молока как раз из-за экосбора. Мол, тару-то, в которой продают молоко, нужно как-то утилизировать. Так что будьте добры, за это удовольствие молокозавода заплатите. По замыслу правительства нужно будет либо тратить дополнительные деньги на утилизацию вот этой тары, отсюда собственные сборы, либо стимулировать производителей сразу переходить на такую тару, которая сама экологически безопасна. Ждать или нет подорожания из-за этого молока, спросим у, я бы сказал, крупнейшего, наверное, ну или одного из крупных нижегородских производителей. Генеральный директор городецкого молочного завода Нина Квасникова с нами на связи. Нина Валовна, добрый день. Добрый, добрый. Ну вот тревожно на самом деле, любим мы молоко, ну правда, вот покупаем, ни одна выпечка зачастую даже не обходится без какого-то молока. Я вот вафли люблю делать, например, молоко обязательно. Будет дорожать или не будет в ближайшее время, что слышно? Ну, давайте так, это все такие рассуждения. Значит, в начале, с утра говорили, будет подорожание, будет подорожание, там наверху, наверное, им виднее. А дальше Мишустин пишет, что мы не допустим подорожание молока за счет экосбора. У нас и сейчас уже есть экосбор, но я так понимаю, что в небольших количествах. Но чтобы мы собирали тару и утилизировали, ну это бред. Это бред. Сейчас за это платит каждый житель, я так понимаю, каждый житель. А теперь и житель будет платить, и на нас переложить? Я не очень это понимаю. Но это будет с 1 января 2022 года. Да надо бы пандемию сначала пережить, а потом думать о повышении. Господи. Угу, все-таки тревожно. Которая хранится менее 40 дней. Вот этот проект увеличит стоимость молочной продукции? Ну, этот продукт реально увеличит стоимость продукции. Так, почему здесь такое произойдет? А потому что нужно наносить дополнительную маркировку, на которую тоже потребуются деньги. А за счет чего это увеличивать? За счет, конечно, это пойдет в себестоимость молока и молочных продуктов. Давайте, Нина Ивановна, попробуем спрогнозировать. Сколько может в итоге стоить литр молока? Хотя не все льют литр, если недобросовестные производители. В конце 2021 года. Нет, нет, ничего прогнозировать не собираюсь. Мы вообще не знаем, что у нас дальше будет. Поэтому прогнозировать, это ведь у каждого свое. Я вот не загнуться бы с этим честным знаком, а вы говорите о прогнозе. Да, сурово, я бы даже сказал безапелляционно, Нина Ивановна, да. Но все-таки надеемся на лучшее. Тем более 2021 год, юбилейный для вас лично, Нина Ивановна, у вас совсем недавно был юбилейный день рождения. Мы вас поздравляем, юбилейный для вашей карьеры. Потому что вы 50 лет как пришли на Городецкий молочный завод. Ну и отдельно осенью, насколько я понимаю, Городецкий молочный завод будет отмечать 60-летие. Ну да, да. Нина Ивановна, ну вот честно, вы человек очень известный в Нижнем Новгороде, Нижегородской области. Не было момента, часа, минуты или дня, когда пожалели, что все-таки с молоком так плотно свою жизнь связали? Ни за что. Вот прям... Ни за что. Прямо ваша. Я другого не знаю и люблю свою работу. Я считаю, что нижегородцы любят нашу продукцию Городецкую, потому что она абсолютно натуральная и вкусная. И литр молока, там честный литр молока. Спасибо. Благодарим за прямое включение в эфире. Генеральный директор Городецкого молочного завода Нина Квасникова была с нами на линии. Прогнозировать не стала, но все-таки мы хотим предупредить всех. Все-таки возможно повышение молока за счет экологического сбора. Ну а что будет в конце 2021-го, не знает никто. Ну да, и хотелось бы, чтобы дорожало, тем более уж как-то если сильно. Как мы без молока? Вот оно всегда было на столе, всегда можно было... Ты знаешь, меня очень часто удивляет еще и наценка в магазинах, когда один и тот же вид молока. Вот возьмем, давайте, Городецкий, да? Вдруг. Я вижу, в одном магазине 51 рубль цена за литр, в другом магазине точно такая же коробка, но 62 рубля. Ну, друзья, ну нельзя же такие накрутки делать на один и тот же товар. А ведь не все молоко одинаково полезно, и мера нужна даже здесь, например, некоторые специалисты говорят. Я предлагаю вот несколько минут буквально уделить этому моменту и посмотреть, в каких случаях молоко может быть не сильно полезным. Давайте посмотрим это видео в нашем эфире. Про пользу и возможный вред. Пейте, дети, молоко, будете здоровы, так нам всегда твердили. И это, конечно, правда, потому что детскому организму нужны питательные вещества, нужен кальций, белок и все такое прочее. Но проблема в чем? В том, что где-то после трех лет в среднем перестает быть активным фермент лактаза, который расщепляет молочный сахар. И вот по статистике ученых, две трети населения Земли, в России это 40% взрослого населения, страдают от недостаточности этого фермента лактазы и не могут расщеплять молочный сахар. Он попадает в кишечник, там на него набрасываются бактерии, и все это начинает бродить, вздуваться и вызывать всяческие нехорошие последствия. Поэтому и очень многие люди испытывают какой-то дискомфорт в животе и даже не знают, что это связано с молоком, потому что, ну, это отсрочено во времени, это может иметь какие-то стертые проявления. А достаточно сдать несложный анализ на переносимость лактозы, вот этого молочного сахара, чтобы узнать, вам можно пить молоко, или вам лучше переходить на кисломолочные продукты, в которых бактерии уже эту лактозу переработали, и с ними проблем не будет. Есть, кстати, в продаже и безлактозное молоко, если вам так уж оно дорого в своем первозданном виде, не сквашенном. Но это все тоже есть, и я встречался, например, в Англии с диетологом Николь Ротбенд, которая, честно говорит, да, она некоторое время назад сдала такой анализ, обнаружила, что ей не стоит пить молоко, перешла на безлактозное молоко, и сразу у нее резко улучшилось пищеварение, самочувствие и даже фигура, между прочим, что тоже важно. Ну что, от молока переходим к следующей теме. И тоже очень важный, другой абсолютный вид напитка, неполезный абсолютно, даже вредит здоровью. Неоднократно к нам в программу вы обращались, присылаете фотографии с конкретными адресами, где работают так называемые капельницы наливайки. Кто только не боролся, я вот помню активно, когда был мэром Вадим Булавинов, пытался побороть вот эти самые разливайки в каждом дворе. Каждый депутат законодательного собрания начинает свою избирательную карьеру с того, что обещает в своем районе закрыть заведение. Но они, к сожалению, вот как грибы, вот как гидра. Рубишь одно, а там, значит, две появляются в этом. Очень актуальная тема. И именно на эту тему сегодня в мэрии дискуссионный клуб. Общественные палаты Нижнего Новгорода в эти минуты проходят. А мы сейчас можем в прямой трансляции увидеть те кадры и кто собрался. Это и депутат Государственной Думы Дмитрий Сватковский, это и депутат ЗАГС Суханов Василий Суханов, да, это ресторатор Александр Котюсов, вот с правой стороны мы видим, и организатора этого дискуссионного клуба на данный момент Андрей Вовк, наш коллега, журналист, мы попытаемся с ним связаться. Он нам машет рукой, я думаю, что он уже и видит и слышит. Да, Андрей, приветствуем. Видим картинку, сейчас прямой эфир в эфире ННТВ, вся Нижегородская область сейчас вас смотрит. Здравствуйте. Да, добрый день, коллеги. Успели за 15 минут что-то обсудить? Да, Василий Суханов уже рассказал о том, что, по его мнению, нужно делать дальше с этими наливайками. А вообще законным путем можно как-то решить эту проблему? Потому что очень часто, когда обращаются к нам наши телезрители, они говорят о том, да вы что, участковый рядом, вот там за углом, он же все видит, потому что все это, значит, повязано, вообще невозможно ничего решить. Можно решить? Ну вот как раз Василий Иванович об этом говорил, что законы приняты, и их теперь нужно смотреть, насколько они правильно соблюдаются, и не нужно ужесточать законы еще. Нужно спрашивать органов, допустим, судебных приставов, прокуратуры о том, как взимаются штрафы, реально ли они взимаются, или они просто висят. То есть, в принципе, законных методов достаточно, но их нужно применять. То есть, в принципе, законы есть, теперь надо, чтобы все заработало. Андрей, мы попросим сейчас, вот, пользуясь возможностью прямого эфира, показать то видео, вернее, то фотографию, которую прислали наши телезрители в группу «День за днем Нижний Новгород», продемонстрировать участникам дискуссионного клуба и попросить их высказаться по этому поводу, потому что ситуация совершенно наглядная. Да, Оксана, давай прочитаем этот пост с тобой. Секрет непотопляемого круглосуточного алкомаркета на Диаконова 6В просто. Всего через два дома на Диаконова 4 участковые пункты доблестной полиции. Торгуют и чем попало, в том числе не стесняются суррогатом. Кому угодно, охотно отпускают, даже подросткам без ограничения. Жители устали от злачного заведения, а рядом школы и детские садики. И попросим уважаемых участников дискуссионного клуба высказаться, что они думают. Во-первых, по поводу соседства, по сути дела, с полицией рядом. А во-вторых, почему такие ситуации возникают. А мы услышим сейчас, я надеюсь, звук с прямой трансляции, с обсуждения. Спасибо. Хорошо, спасибо, коллеги, мы сейчас это обсудим. Да, продолжаем мы смотреть тогда прямую трансляцию. У нас, собственно, прямое включение состоялось. И, Дмитрий Валерьевич, я знаю, что вы были тоже недавно у ребят на ННТВ. И как раз таки они тоже вам показывали какие-то конкретные примеры. Вот как прокомментировать, что все знают, что есть эти разновидники, но никто не может ничего сделать. Ну, здесь, на мой взгляд, коллеги, спасибо за эту тему. Вроде бы, как бы она должна, долгое время была на повестке общества. И, действительно, Василий Иванович так очень подробно все рассказал. И приняты все решения, законы, и федеральный уровень делегировал регионам, учитывая, что у нас большая страна, и каждый субъект по-своему видит конструкцию, как она должна работать. И наш субъект увидел именно в том виде, в котором есть, не менее 50 квадратных метров с разными входами. Долго анализировали, я думаю, там, титаническая работа была в комитетах, проведена законодательного собрания. А теперь задача к обществу, как же это работает. И мы видим наглядно, что да, мы приняли законы, да, мы штрафуем. Вот у меня тоже реестр лежит, Василий Иванович передал мне. Первое, что, конечно, везде 100% структуры, которые вообще работают без лицензии. Первое, конечно. На каких основаниях это все дело происходит? Конечно, вопрос к правоохранительным органам. Конечно, вопрос к тем надзорным органам, которые возникают. Почему не принимаются меры? А если они принимаются, то размер административного штрафа доходит, действительно, я посмотрел по реестру до 20-18 миллионов рублей для такой наливайки. Но это не просто банкротство. Это там, я не знаю, вперед ногами выносить. Но они до сих пор работают, никто это не взыскивает. Тогда зачем мы принимаем эти законы? Это вопрос. Вопрос, который мы должны... Конечно, жалко, что сегодня не пришел представитель МВД. Мне очень хотелось бы тоже послушать, куда смотрят участковые, которые все знают на районе. Я уверен в этом. Я сам общаюсь со многими участковыми. И все они прекрасно знают, понимают. Если нет полномочий, давайте мы наделим полномочиями. Если надо вернуться к более жестким штрафам, давайте обсудим. Я считаю, что здесь, наверное, проблема все-таки, как всегда бывает, знаете, таким предпринимательством, вопрос таким предпринимательством. Я хочу заработать деньги любой ценой. Мне наплевать, что после меня будет. Вот хочу сегодня и сейчас. Меня не интересует ни здоровье, мне не интересует общество. Я хочу поить суррогатом, кто заходит, и не хочу, чтобы меня вообще трогали. А если не чисто на руку сотрудник того или иного ведомства зашел, я им дам в руки и откуплюсь. Вот так это было всегда. Я думаю, допускаю, что, наверное, это такая психология начала 90-х. Я помню, это такая разгульная была история. Спасибо большое. Друзья, оставляем участников дискуссионного клуба общаться дальше. Ту информацию, которую вы донесли до нашей редакции, мы донесли до ответственных лиц. Хотя видите, какая дискуссия. Даже представитель правоохранителей почему-то не заглянул. Хотя к ним больше всего сейчас вопросов у депутатов, у представителей общественности, которые в эти минуты собрались в дискуссионном столе. Даже интересно, что потом будет с точкой на автозаводе, на Дьяконова 6В, изменится ситуация или нет, после того, как мы передали это обращение, ну, просто из ваших рук в руки депутата Государственной Думы. Мне кажется, она просто должна закрыться. Вот деревянными досками ее должны заколотить, и больше этот пункт никогда не открываться. Как ремельни поступили с Карфагеном? Снесли, сожгли, а место посыпали солью, чтобы потом... Ну, давайте без самосожжения каких-то... Давайте все это делать на законодательном уровне, тем более, что представители власти говорят, что все законы необходимы и есть, и если нужно еще что-то делать, тогда законодательно проработаем и додумаем еще. А вообще, друзья, мы, наверное, не слугаемся, если скажем, что сейчас состоялся уникальный момент для Нижегородского телевидения в целом. Мы вот в прямом эфире вышли сейчас и вторглись вот в эту общественную дискуссию, и с нашего телевизионного эфира ваш сигнал передали на прямой депутатам. По-моему, очень неплохо. Вы можете такие же идеи и темы предлагать нам в группе ВКонтакте, Нижний Новгород день за днем, потому что такие вот круглые столы проходят регулярно, и мы можем вот такой мостик выстроить и дать возможность посмотреть выступление. Ну что, на сегодня все. Ставим точку. Встретимся с вами в прямом эфире ННТВ уже завтра в 13.30. Пишите, звоните, и мы будем обсуждать те темы, которые предлагаете вы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА